всем привет сегодня хочу поделиться с вами одним замечательным рецептом он очень простой и очень вкусный мы будем делать творожную пасту обычно у нас знают все рецепты из творога такие сладкие а я хочу познакомить немножко другой скорее соленый это будет такая своеобразная творожная паста она идет замечательно для начинок то есть для фаршировки яиц помидоров перца для бутербродов то есть замечательно можно такой пастой намазывать гренки или просто хлеб я буду делать рулет из лаваша он будет у меня просто идти в качестве начинки понадобится нам творог грамм 200 плюс минус это не очень важно кучок зелени укроп или петрушка можно немножко кинзы добавлять чеснок берем по вкусу я беру вот у меня три маленькие зубчика на празднике обычно делаю поострее 3-4 уже покрупней и также я беру сметану вместо сметаны можно взять майонез можно сюда же к творогу добавить оплавленный сыр сливочный одну такую маленькую упаковочку в ванночках которые продаются вот одну ванночку можно сюда спокойно добавить будет очень вкусно это все по вашему желанию соль перчик это все по вкусу добавляем зелень мелко нарезаем и добавляем к творогу сюда же нам нужно выдавить чеснок теперь сюда же мы добавляем сметану сметаны можно брать в принципе любую любая жирность такая прям жирная я беру две-три ложки всегда в любом случае уйдет теперь все это нам нужно взбить блендером в однородную массу вот такой крем у нас должен получиться чем меньше крупинок получится тем лучше поэтому постарайтесь хорошо его пробить густота должна быть вот примерно такая чтобы вам было удобно и размазывать и в то же время она не была у вас такая жидкая и обязательно крем попробуйте вот в этот момент нужно посолить поперчить если что-то еще хотите можно добавить я добавляю только соль вообще здесь ничего не нравится вот попробуйте если хотите можно добавить побольше сметанки или чесночка то есть это все на ваш вкус вот такая замечательная паста у нас получилось теперь можете попробовать допустим намазать на хлебушек покушать или с глиночками или те же яйца нафаршировать все очень просто я как уже сказала буду делать рулет на ваш раскладываем и промазываем творогом не сильно толсто старайтесь чтобы он у нас не сильно мокрый был иначе порвется вот так у нас должно получиться кстати как вариант если хотите если вы захотите сделать вот такой же рулет можно сюда же добавить одно вареное яйцо натертое на тёрке просто покрошить или маринованный огурец один небольшой также мелко покрошить посыпать свежий огурец также сюда подойдет но в небольших количествах и хорошо сюда будет корейская морковка точно так же мелко порубить и просто сверху посыпать но это все в небольших количествах потому что основной вкус все-таки такой творожно-сливочный нужно сказать чтобы все остальное не забивала просто придавал такую ну и дюйминку что и своеобразная теперь рулетик нам нужно завернуть вот так мы потихонечку заморачиваем собственно говоря он готов у нас уже но прежде чем нарезать лучше дать ему полежать хотя бы 15-20 минут просто лаваш пока пропитается чтобы его было удобно нарезать чтобы он стал мягкий иначе он будет сыпаться когда лаваш и пропитался его можно порезать если вы собираетесь его хранить то просто разрезайте на 2 на 3 части в пакеты в холодильник пожалуйста он у вас будет лежать если вы сразу хотите подавать на стол то режем либо вот такими маленькими кусочками порционными либо можно сделать побольше вот так и просто выложить на тарелочку что так что так все это красиво смотрится все вкусно все интересно то есть смотря как вы сами захотите вот такими кусочками но естественно если вы на праздничный стол захотите то есть это можно все красиво оформить я так просто для примера показываю как это все примерно будет выглядеть это очень просто это очень вкусно достаточно быстро готовится попробуйте сами уверена вам тоже все понравится всем спасибо приятного аппетита пока пока